Шмартики шахмат Привет, друзья! У нас сегодня будет вот такой вот необычный урок, обзор вот такой игры шахматное лото. На самом деле этой игре очень-очень много лет. Да, Катя, очень много. Практически столько же, как и мне. Мы не нашли дату изготовления в каком году, но смотрите, что мы нашли. Она раньше стоила 1 рубль 30 копеек. То есть, ну, по-любому, лет 30 назад, наверное, ее и сдали. Мамочка, буду видеть лото. Да, здесь нарисована ладья, конь, написано шахматное лото, и что это игрушка-самоделка из картона для детей от 6 до 9 лет. Итак, в чем же заключается суть игры? У нас есть 6 вот таких вот больших картонок с шахматными позициями. Что же это за позиция? Это позиции, в которых либо белые, либо черные фигуры ставят мат в один ход. И целью игры, также в этом лото, судя из того, что написано в правилах, является в игровой форме ознакомление детей с основными матовыми позициями, возникающими в процессе шахматной игры. Еще пишут создатели, что игра может быть рекомендована для начального обучения, в шахматном семье, в детском саду, шахматном кружке, детской спортивной школе. В общем, для нас как раз идеальный вариант. В общем, вот такие вот карточки есть, 6 таких. Вот они пронумерованы от 1 до 12. Вот они все есть. С обратной стороны здесь ничего нет. А отдельно есть еще листы. Их также, давайте сейчас посчитаем, их также 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также 6 листов, на которых уже эти же позиции, которые на пронумерованных карточках, но здесь уже каждая позиция с матом королю. То есть видите, здесь уже конь стоит на А6, ставит мат королю. В этой позиции конь и ферзь, вот тут белого короля. И в чем же заключается сама суть этого лото. То есть вот эту карточку, все вот эти 6 карточек, их предварительно нужно разрезать. Видите, вот с обратной стороны есть вот еще такие вот квадратики, линии, по которым их можно разрезать. И указано, из какой именно карточки эти позиции. То есть вот карточка номер 12 и позиции. И вот на этой бумажечке, вернее, и вот на вот этой части также указано, что эта позиция с карточки номер 12. В общем, сравниваем, чтобы было понятно. Так, где же у нас здесь одинаковые позиции? Вот, например, берем ферзь на А1, матует короля на поле А8. И вот позиция, которая была перед матом. Король стоял на поле Ф6, ему нужно было отойти на поле Ж6 и таким образом сделать мат черному королю. Ну, в общем, эти карточки разрезаются, сбрасываются все в какую-то коробочку. Ведущий по очереди достает вот такую вот позицию уже с матом на доске. А тот, у кого есть карточка, ищет, нету ли начальной позиции перед матом у него в карточке. И тот, кто первым накроет вот такими вот вырезанными маленькими квадратиками все свои поля на карточке, тот и победил. В общем, вот такая интересная игра. Ну, на самом деле, нам еще чуть-чуть рановато. Если у нас Маша еще мат в один ход, конечно, находит, то Кате очень рано, Илюшке тем более. Поэтому мы решили пока их не разрезать, чтобы они не потерялись. Вот, ну, может быть, там через пару месяцев, может, чуть-чуть дольше, там, к зиме мы уже будем играть полноценно вот в эту игру со всеми детками. В общем, вот такую вот мы находку сделали, даже сами не ожидали. Вот такой вот раритет у нас нашелся. Опять же, повторюсь, я не знаю, сколько ему лет, потому что цена еще стоит 1 рубль 30 копеек. Когда это было, я уже не помню, наверное, до 90-х годов. В общем, идея хорошая. Можно, наверное, даже самому вот такие вот карточки придумать. Может быть, сейчас уже существуют такие игры. Вот такое вот лото. В общем, очень интересная такая вот игрушка. Так что, друзья, если у вас тоже есть что-то вот такое вот интересное, еще с тех времен осталось, связанное с шахматами, пишите в комментариях, рассказывайте, снимайте видео. Будем все вместе играть в шахматы. Пока-пока!